Анатолий Карнаухов Как выбраться из трясины материальной жизни? Тема нашего сегодняшнего разговора будет очень возвышенной. Прославление имени Бога. Эта тема также обсуждалась в беседе Махараджи Парикшита и Шукадевы Госвами. В качестве примера Шукадева Госвами привел историю падшего Брахмана, который погряз в грехе, но, несмотря на это, в конце жизни сумел спастись просто благодаря тому, что произнес святое имя Кришны. Эта история рассказывается в шестой песне Шримад-Багаватам, эпического произведения, в котором его автор Вьясадева повествует об играх Господа Кришны, а также глубоко раскрывает философию сознания Кришны. В пятой песне Шримад-Багаватам дается подробное описание планетных систем нашей Вселенной. Все планетные системы делятся на высшие, средние и низшие. Впрочем, сведения о различных планетах содержатся не только в Багаватам, но и в других священных писаниях, а в них тоже говорится о существовании таких планет, как адские или низшие, и райские, высшие. Шримад-Багаватам указывает, где эти планеты расположены, каково расстояние от них до Земли, с той же точностью, с какой ученые-астрономы называют расстояние от Земли до Луны и других планет. Так Багаватам описывает много различных планет Вселенной. Даже на этой планете существуют разные климатические условия. Климат стран, расположенных в умеренном поясе, таких как Соединенные Штаты, отличается от климатотропических стран Индии, Африки и других. И точно так же во Вселенной есть планета, среда обитания и климат, которых сильно отличаются от условий жизни на других планетах. Выслушав описание этих планет от Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит сказал, «О мой господин, Ты описал мне адские планеты. Туда попадают закоренелые грешники». Парикшит Махараджа был Вайшнавом, то есть преданным Господа. А Вайшнав всегда испытывает сострадание, видя, как страдают другие. Так Господь Иисус Христос, увидев, в каком бедственном положении находятся люди, был очень опечален. Вайшнавы или преданные Господа, те, кто обладают сознанием Бога или сознанием Кришны, независимо от того, в какой стране они родились или к какой религиозной группе относятся, всегда исполнены сострадания к другим. Поэтому поносить Вайшнава, то есть человека, который проповедует славу Бога, тягчайшее оскорбление. Кришна никому не прощает оскорблений, нанесенных лотосным стопам чистого Вайшнава. Но Вайшнав готов простить любого. За это его называют Крипамбудхи, океаном милости. Ванча, Калпатору. У каждого есть какие-то желания, и Вайшнав способен исполнить любое желание. Словом, Калпатору называют дерево желаний, которое растет в духовном мире. В материальном мире на деревьях могут расти плоды только какого-то одного вида. Но на Кришналоке, так же, как и на других планетах духовного мира, все деревья духовны, и потому могут дать каждому все, чего он пожелает. Об этом сказано в Брахма Самхите. И чистый Вайшнав сравнивается с таким деревом желаний, поскольку может наградить искреннего ученика бесценным даром, сознанием Кришны. Вайшнав также называют Махапагой, что значит «очень удачливый». Тот, кто становится Вайшнавом и обретает сознание Бога, считается в высшей степени удачливым. Господь Чайтания Махапрабу, величайший проповедник сознания Кришны в этом веке, объяснял, что живые существа, обитающие на различных планетах нашей Вселенной, вращаются в круговороте рождения и смерти, переходя из одного вида жизни в другой. Живое существо может отправиться куда угодно, и в рай, и в ад. Ему нужно лишь надлежащим образом подготовиться к этому. Существует много райских и адских планет, и огромное разнообразие видов жизни. В Падмапуране сказано, что всего во Вселенной насчитывается 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, и живое существо скитается, переходя из одной формы жизни в другую, и каждый раз получая новое тело в соответствии с образом мыслей в своей нынешней жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Таков закон, которому подчиняются все. И Чайтанья Махапрабу говорит, что из этих бесчисленных живых существ, странствующих по материальному миру, может быть, одному выпадает удача встать на путь сознания Кришны. Сознание Кришны доступно всем. Однако далеко не каждый стремится обрести его, особенно сейчас, в век Кали. Вот почему Шримад Бхагаватам называет людей, живущих в Кали-югу, неудачливыми. Чайтанья Махапрабу говорит, что только те, кому необычайно повезло, могут встать на путь сознания Кришны, обрести духовное знание и так наполнить свою жизнь истинным счастьем. Таким образом, долг Вайшнава ходить от дома к дому, пытаясь помочь несчастным людям стать счастливыми. Вайшнав постоянно думает, как вызволить людей из сети адской жизни, которую они ведут. Об этом Махараджа Парикшит спросил Шукадебу Госвами. «О, мой господин, — сказал он, — ты поведал мне о том, каким образом человек в результате своей греховной деятельности попадает в адские условия жизни или отправляется на адские планеты. Теперь же расскажи мне о методе, с помощью которого человек может избежать этого». Это очень важный вопрос. Единственная цель, с которой сам Бог, Его Сын или Его доверенный преданный Вайшнав приходят в материальный мир, это спасти страждущих грешников. Им хорошо известно, как это сделать. Когда Прохлада Махараджа увидел Господа Энрисимхадеву, он сказал ему, «О, мой господь, я не очень беспокоюсь о собственном спасении». Это утверждение Прохлады прямо противоположно позиции философов Майавади, которые только и пекутся о том, чтобы ничто не помешало их спасению. Они думают, «Если я отправлюсь проповедовать и начну общаться с другими людьми, то могу пасть и лишиться плодов своей духовной практики». Поэтому они не утруждают себя проповедью. Но Вайшнавы бесстрашно проповедуют, и хотя опасность падения существует, они не падают. Чтобы освободить обусловленные души, Вайшнав готов отправиться даже в ад. Это также соответствует духу Прохлады Махараджи. И так он продолжал, «Меня не очень тревожит сам факт моего пребывания в материальном мире. Меня не заботит моя собственная участь, ибо я научился все время находиться в сознании Кришны». Прохлада Махараджа обладал сознанием Кришны и потому знал, что в следующей жизни вернется к Кришне. В Бхагавадгите утверждается, что тот, кто неукоснительно следует регулирующим принципам сознания Кришны, в следующей жизни непременно достигнет высшей цели, то есть вернется домой к Богу. Далее Прохлада Махараджа говорит, «Мне не дает покоя лишь одно. Меня тревожит участь тех, кто лишен сознания Кришны. О себе мне нечего беспокоиться, но мысли об этих людях не выходят у меня из головы». Почему же люди не обладают сознанием Кришны? Да потому, что они живут в обществе, которое зиждется на песке и своей целью ставят достижение приходящего материального счастья. ДИНАМИЧНАЯ Майя Сукхайя. Да, это факт. Мы преуспели в создании цивилизации, которая подобна мыльному пузырю. Так, каждый год в мире выпускают огромное количество автомобилей, для которых прокладываются и ремонтируются сотни и тысячи дорог. Это порождает бесчисленные проблемы, и потому является Майя Сукхайя иллюзорным счастьем. Мы пытаемся тем или иным способом обрести счастье, но на деле создаем себе лишь новые проблемы. Соединенные Штаты занимают одно из ведущих мест в мире по производству автомобилей, но решило ли это в данной стране хоть одну проблему? Люди изобрели автомобиль, чтобы облегчить себе жизнь, однако часто мы убеждаемся в том, что обилие машин лишь усложняет ее. Теперь просто, чтобы повидаться с друзьями или показаться врачу, мы вынуждены ездить за 30-40 миль. Перелет из Нью-Йорка в Бостон, к примеру, занимает не более часа, но дорога до аэропорта отнимает гораздо больше времени. Вот это и называется Майя Сукхайя. Майя означает «мнимый», «иллюзорный». Мы пытаемся окружить себя удобствами, но в результате создаем лишь новые неудобства. Так устроен материальный мир. Если нас не удовлетворяют удобства, данные нам Богом и природой, и если мы хотим создать искусственные удобства, то вынуждены причинять себе массу неприятностей. В большинстве своем люди не понимают этого, и потому думают, что их жизнь становится все лучше и лучше, хотя теперь, чтобы добраться до места работы, где они добывают себе средства к существованию, им приходится каждый день проделывать путь в 50 миль туда и столько же обратно. Прохлада Махараджа объясняет, что вимудхи, материалистичные люди, взвалили на себя бремя бесчисленных забот только для того, чтобы обрести призрачное материальное счастье. Вот почему ведическое общество побуждало у человека оставить материальную жизнь, отречься от мира, приняв саньясу, и таким образом получить возможность без всяких помех заниматься преданным служением Господу. Однако отрекаться от мира не всегда обязательно. Если человек может применять метод сознания Кришны в кругу семьи, то ему нет необходимости уходить из дома. Хотя Бхактивинодадхакур был семейным человеком и, кроме того, выполнял обязанности судьи, это не помешало ему достичь высот в преданном служении. Дрова Махараджа и Прохлада Махараджа тоже были грехастхами, домохозяевами. И тем не менее они научились действовать таким образом, что семейная жизнь не мешала им непрерывно заниматься преданным служением Господу. Поэтому Прохлада Махараджа говорит, «Я научился искусству всегда находиться в сознании Кришны». В чем же секрет этого искусства? Чтобы все время находиться в сознании Кришны, достаточно просто прославлять великие подвиги и игры Господа. Читая Шримад-Бхагаватам, мы постепенно осознаем, что деяния Кришны, Его величия, спутники, а также все, что так или иначе связано с Ним, достойно прославления. В этой связи Прохлада Махараджа говорит, «Я убежден, что где бы я ни оказался, я всегда буду воспевать Твои славные деяния, и потому мне не грозит падение. Но меня беспокоит судьба людей, создавших общество, которое заставляет их трудиться, не покладая рук. Мысли о них не дают мне покоя». Далее Прохлада Махараджа говорит, «О мой Господь! Многие святые мудрецы заботятся лишь о собственном спасении. Они живут в уединенных местах, таких, как Гималайи, ни с кем не разговаривают, и, опасаясь возможного падения или излишних беспокойств, всегда сторонятся обыкновенных людей, живущих в городах. Они думают только о том, как спастись самим. Мне очень жаль, что эти великие святые никогда не появляются в городах, где люди вынуждены день и ночь работать, не разгибая спины. Такие святые не очень сострадательны, но я постоянно беспокоюсь о том, что падшие люди тратят столько времени на бессмысленный, изнурительный труд только ради того, чтобы удовлетворить свои чувства. Субтитры создавал DimaTorzok даже если в тяжелом труде и есть какой-то смысл, он неизвестен этим людям. Все, что у них есть в жизни, это секс. И тем не менее, прохлада Махараджи проявляет к ним сострадание. О, мой Господь! Я не хочу спасаться один. Я не уйду из этого мира до тех пор, пока не смогу забрать с собой всех этих глупцов. Таким образом, он отказывается возвращаться в царство Бога, если вместе с ним туда не пойдут все падшие души. Такова природа Вайшнава. Я хочу научить их, как предаться тебе. Это мое единственное желание. Прохлада Махараджи подчеркивает важность вручения себе Кришне, поскольку Вайшнав знает, что как только он предастся Кришне, с его пути исчезнут все препятствия. Нужно сделать все, чтобы люди склонились перед Кришной. Данный метод очень прост. Все, что нам нужно, это искренне с верой склониться перед Кришной и сказать, О, Господь Кришна! Так долго, в течение стольких жизней я не вспоминал о тебе. Но теперь я понял, что ты значишь для меня. Пожалуйста, прими меня. Вот и все. Если человек, применяя этот метод, искренне вручает себя Господу, перед ним немедленно открывается путь к высшему совершенству. В этом состоит цель истинного Вайшнава. Субтитры создавал DimaTorzok, Уважаемые радиослушатели, в следующих передачах я продолжу знакомить вас с книгой Ачарьи, основателя международного общества сознания Кришны, Бхакти Виданты, с вами Прабхупады, Бесценный Дарж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok